так дорогие телезрители сегодня мы отправляемся на рыбалку видите дорог как видите просто нет когда говорят что к сурскому водохранилищу можно подъехать это неправда если только какой-нибудь базе где уже накатан но опять же только на крутой машине с краю машины оставлять на все-таки на дороге дорога заужена нашел почти два дня снег а ульте плюс один красота ли по так вокруг никого вот так едем по пятигонечку 50 км в час тут особо и не разгонишься дорога склизкая но красота здесь поворот такой вниз 10 дня враги а здесь подстанция я почти в деревне так дубль 2 мы съехали с горы пипец короче еще два километра выпал немного снег вчерашний плея где я сочил корыто круто осталось сегодня снежок немножко мел сейчас видимо опять начинается красота всем привет рыбакам сегодня будем проверять жерлицы и донки на налима дружок куда свалил собак такой хух ты пух ты капец это я сейчас съехал вообще жесть круто все равно на лыжах хоть и давно и не хожу ну уже второй раз за эту зиму вообще замело красота лепота зима красиво по-своему да ребят что здесь сейчас я вам покажу вчерашнюю кабанью тропку свежую а вот здесь вот в лесу озеро только сейчас мы туда не проедем никак болото-то не сковываются даже в сильные морозы почему не знаю а дружок чё-то заметил кого-то там подлавливает за спиной рюкзак немножко провизии ну и так мелочам пор сегодня быстрее получилось сейчас я вышел к даде мне еще осталось 800 метров вон туда где дерево лежит в воде мне он кажется что как будто флажок один сработал что-то вон ярко и что-то вверху это наверное просто кажется ближе подойдем посмотрим что там такое на той стороне он животных вообще одни следы одни следы прямо капец какой-то вот она когда-да вся заснеженная я здесь вчера пробивал вообще пипец по колено снега а вон там яма рудничок бьет вот здесь я бы видел эту как она называется косулю большую а вот здесь вот кабани следы вон они тропа он тут вот они ходят сейчас поближе подойду ходят на это болото видимо в болотах там наверно живут спят чтобы их охотнички не достали а тут лес уже идет сплошняком по воде не получится а вот это походу вообще лось ходил видите между следами очень большое расстояние он видите вообще офигеть ходу точно 8 а точно лось смотрите копыта видите смотрите какой здоровый охренеть свежий вчера не было все на 130 херачил ну к счастью я не охотник не люблю убивать животных поэтому лучше я займусь рыбалкой и вот мы пришли у нас здесь кружки стоят как на поле боя донки закидушки и мы вот видим один кружок сработал сейчас будем проверять вот видите к плотину вода не замерзла вода течет вот моя плотина и тень какие тебе называются вода поднялась все дружок давай мы еще раз косер шкили на видео видно было все дружок Продолжение следует... Продолжение следует... Как видно, еще лунки. Вот здесь вот не получилось. Вот здесь, значит... Короче, когда-да начала подниматься в этом месте, плотина просто забилась льдом. Короче, я не знаю, в чем причина. Ну, в общем, вот здесь вот где моя плотина. Сейчас вам прикол покажу. Смотрите. Здесь уже плотина. А здесь уже вода, блядь. А здесь должен быть берег, блядь. Вот она, плотина. Короче, вода ебашит по берегу. Значит, вода поднялась. Видно, что на льду вода сверху вот блестит. Точно поднялась. Хух ты, пух ты! Мое барахло все здесь. Ну и, собственно, я... Здесь у нас водичка питьево греется. А здесь живец греется, чтобы не замерз. Все-таки без костра хреново зимой. Мороз поднимается. Я тут все чистил лопатой. Ну, пойдем дальше. Что делать-то? Ничего. День третий. Темно, ночь. Ничего не видать. Щука отхуящила все мои снасти. Поэтому мне пришлось сегодня короче переодевать полностью снаряжение. Я сегодня поставил более матерые донки. По новой нарезал. Рыбу свежую. В общем, будем смотреть, что там у нас есть. Завтра. И, конечно, будем делать майну. Вот так вот. Экстрим рыбалка, бля. Сугробы вообще... День воды. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok